В эфире информационная программа День города. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Массовая эвакуация в Рязани. Мэрия, комиссия по делам несовершеннолетних и все торговые центры. Декабрь вступает в силу. Новые законы облегчат получение мат-капитала и сократят аварии. Национальный спорт. 1 декабря отмечают Всероссийский день хоккея. Горячей стала сегодняшняя пятница для многих жителей областного центра. Из анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуировали здания администрации города, управление образования, комиссии по делам несовершеннолетних и сразу несколько торговых центров. Обстоятельства ЧП выясняла моя коллега Ирина Ковалева. Первым в сети появилось сообщение об эвакуации сотрудников администрации города. К моменту прибытия нашей съемочной группы работники мэрии, вероятно, уже разошлись по домам. А вот машины ГИБДД, полиции и пожарных все еще дежурили у здания. От комментариев сотрудники правоохранительных органов отказались. По неподтвержденным данным в здании администрации был обнаружен бесхозный предмет. Сейчас, по всей видимости, внутри ведется работа сотрудниками правоохранительных органов, ну а людей близко к администрации пока не подпускают. Рязанцев, оказавшихся в непосредственной близости от здания мэрии, сотрудники ГИБДД вежливо просили скорректировать маршрут движения и не приближаться к зданию. Можно предположить, что представители правоохранительных органов опасались вероятности взрыва. Как выяснилось чуть позже, помимо администрации, были эвакуированы еще несколько организаций, а именно Управление образования города, Комиссия по делам несовершеннолетних и Управление соцзащиты Рязани. Кроме административных зданий, эвакуировали и посетители практически всех крупных торговых центров – М5 Мол, Малины, Премьер, Виктория Плаза, а также ТРЦ Круиз. Напоминаем, что правоохранительные органы официально ситуацию пока не комментируют, но на одном из информационных сайтов появилась информация, что эвакуация здания администрации началась после анонимного звонка. Звонивший сообщил об угрозе взрыва. С 1 декабря в Рязани с 19 до 23 рублей выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф одновременно подняли как муниципальные, так и коммерческие перевозчики. Подорожали и проездные. Но на этом транспортная реформа не заканчивается. Власти города готовят концепцию развития пассажирского транспорта. Скандал вокруг Рязанского конного завода получил широкую огласку. Наш репортаж о гибели лошадей на предприятии и статьи интернет-СМИ привели к тому, что проверкой на заводе занялась прокуратура Рязанской области. Сразу по трем статьям Уголовного кодекса продолжит Анна Герцовская. Фотографии погибших жеребят появлялись на различных сайтах в интернете. Люди не верили своим глазам, пытались выяснить, действительно ли изуродованные болезнями и мертвые животные являются наследием Рязанского конного завода. Для выяснения обстоятельств наша съемочная группа отправилась на предприятие. Директор завода Владимир Храпов в разговоре с нами по телефону на повышенных тонах пытался доказать, что эти фотографии были сделаны не на его предприятии, поясняя, что это уже не Рязанский конный завод, а частные владения, имеющие другое название. Однако фотографии именно этих конюшен и этих лошадей были выложены на странице в группе ВКонтакте под названием Рязанский конный завод. Это сообщество с 30 ноября было заблокировано администратором, после того, как люди из разных городов массово начали отправлять сообщения в группу, выражая свое недовольство качеством содержания лошадей породы тракен и шетленских пони. На самом деле, во время съемок нам удалось сравнить помещения, изображенные на этих фотографиях с конюшней на Рязанском конном заводе, и найти еще одну мертвую лошадь. Так что сомнений в том, что именно здесь гибнут животные, не осталось. А заключение ветеринара есть по павшим лошадям? А они не пали, они уже пали там давно. Это акты составляют с хозяевом. Вот у вас собака умрет, вы что, пойдете ветеринара вызывать? Вот у меня собачка умерла. Тут то же самое. Акты, да, была одна лошадь, они приезжали, они как бы рыли яму, сожгли труп. Все, как будто утилизировали. Он обязан ее вскрыть на утильзаводе в Рязани. А они говорят, что они не вскрывают лошадей. Ну, плохо, это значит, не дают информацию нам. И сопровождение, они не будут вскрывать, а их, может быть, рабочий будет с нами, наша служба будет вскрывать. Ну, вот смотрите. Они обязаны это делать? Или это все-таки остается? Это обязано, есть этот закон утилизации. Несмотря на то, что они частники. Да, все должны. Это только то, о чем стало известно. А ведь предприятие годами скрывало свою деятельность. В Рязанском конном заводе у них, ну, вообще тракены здесь появились где-то в конце 80-х. Это был один из лучших заводов страны, Советского Союза. А то, что происходит, ну, там уже давно эта вся история тянется. Оправдываясь тем, что предприятие частное, директор не позволял никому заглядывать за его стены, чтобы увидеть, как живут лошади. Вот приедет зашито животных общество, тебе мало не покажется. Я говорю, что ты довел их до такой степени. Вот так нельзя, я говорю, делать. Приезжай, посидим, поговорим, как дальше работать. Во-первых, как сказали там девчата, которые арендуют коню, это денники там. С этого февраля прошлого года овес не давали. Ну, это их слова, насколько поверю. Ну, они похожи на то, что они овес не ели, честно сказать, да. А сено тоже желает, как бы, получше. Раскрывали мы там рулон прям с этим-то, этим, как его, конюхом. Там одна плесь. Худые, грязные шерсть отросла и свалялась. Мышц нет. В хвостах репейник, в гриве навоз. Пьют ледяную воду. Эти лошади живут хуже, чем коровы, хотя тракененская порода создана вовсе для другого. Лошадям нужны ежедневные тренировки, прогулки, витамины. А в последнее время здесь работают только два конюха из ближнего зарубежья. Не способные даже очистить денники от навоза. По некоторым данным, один из них не получает зарплату на протяжении четырех месяцев. Из-за этого не может вернуться домой. Прокуратура Рыбновского района по многочисленным сообщениям средств массовой информации о том, что в ООО «Рязанский конный завод гибнет уникальная порода лошадей», организована проверка. Проверка проводится с привлечением специалистов Главного управления ветеринарии Рязанской области на предмет соблюдения правил сбора и утилизации биологических отходов, а также содержания животных. Кроме того, по поручению прокурора района отделом органов внутренних дел по Рыбновскому району проводится проверка в порядке статей 144-145 УК РФ на предмет наличия признаков преступления предусмотрено статью 245 УК РФ, то есть жестокое обращение с животными. Во время прокурорской проверки директор завода Владимир Храпов переводит стрелки на единственный в России институт коневодства, расположенный в километре от предприятия, заявляя, что все погибшие лошади – дело рук работников института. Кроме того, Храпов раскидывается заявлениями о том, что сдаст всех этих лошадей на убой. Он отказывается их продавать и не принимает никакую помощь. У меня корма в избытке, мне кормов не надо, а лошади старые, им по 26 лет, им кобылам, сусури, а с каждым лошадей все нормально. Жеребята тоже тоненькие, худенькие. Ну это старые кобылы, по-первых. Жеребята. Ну вот, это старые кобылы. Сейчас некоторые заводчики уже настроены перекупить лошадей даже с бойни. В отличие от хозяев Рязанского конного завода, они понимают ценность 60 голов, которые здесь живут. В России существует не более 300 тракенинских кобыл, которые могут давать чистокровное потомство. 20 из них здесь. Лошадь похудеть может очень быстро, без кормов, но восстановить ее потом очень долго. Восстанавливать надо. Полгода, как минимум, наверное. Месяца три. Некоторые лошади жеребые. И несмотря на то, что по последним данным директор Рязанского конного завода обеспечивает лошадей кормом, вряд ли у владельцев предприятия появятся средства и желание привезти животных в полный порядок. Надежда остается только на новых инвесторов, которым не безразлична эта порода. Если изменить ситуацию сейчас, то уже через пару лет эти лошади могут принести хороший доход владельцу и массу положительных эмоций. Вот так они могут выглядеть при правильном уходе. Подтянутые, лоснящиеся, смелые, спортивные, игривые. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В декабре вступают в силу несколько нововведений. Например, вернуть переплату излишне взысканных платежей в бюджет станет проще. Теперь подать заявление можно не в спешке за один месяц и даже через три года. Еще одно изменение декабря. На аборты будут выдавать лицензию. Теперь с 12 декабря аборты имеют право делать только те медучреждения, которые получили специальные лицензии. А получат их не все. В правительстве поясняют, что делается это для того, чтобы иметь возможность получить точную статистику по искусственному прерыванию беременности. С 4 декабря вводятся новые правила подачи заявления о выплате материнского капитала. Согласно документу, теперь не надо предоставлять СНИЛС. А если нет регистрации по месту пребывания в России, то можно указать адрес фактического проживания. Автобусам устроят досмотр перед рейсом. Уже с 24 декабря техническое состояние общественного транспорта начнут проверять перед выходом в рейс. Такой порядок предусматривает личную ответственность механика, выпускающего автобуса и другой транспорт на линию. Если произойдет авария из-за неисправности транспортного средства, то он будет отвечать наравне с водителем. Цель нововведения – повысить безопасность поездок в общественном транспорте. В мае этого года студенты радиотехнического университета открыли капсул с посланием, которую закрыли 50 лет назад. Уже сегодня нынешние студенты готовят послание следующему поколению, которое прочитают еще через полвека. О чем они хотят сообщить, последователям знает Валерий Седов. Студенты Рязанского радиотехнического университета решили продолжить традицию, некогда заложенную выпускниками. Они создадут свою капсулу времени, которая будет замурована в стене на 50 лет. Ребята к своему делу подошли ответственно. Мы заранее объявляли конкурс среди студентов на утверждение данного письма. То есть студенты присылали нам тексты своих писем, мы их соответственно рассматривали и предлагали им участвовать в данном мероприятии в дальнейшем. Отзывов от студентов было много. Все письма прочитали и отсортировали. Из каждого взяли самые важные фрагменты. Все части посланий были собраны в одно целое. Получилось три листа текста, полных надежды на будущее и содержащих информацию о настоящем. Редакция выпала на долю Марии Михайлюк, студентки четвертого курса. Наши потомки порадуются, узнают много чего нового, много интересного о нашей жизни, об учебе и о многом-многом другом. На самом деле письмо интересно, многие студенты сейчас интересовались, что же там будет, но я не раскрывала тайну. На обсуждение в совет обучающихся вынесен текст письма. Ребятам предстоит нелегкая работа – вновь отредактировать его. Текст разделят на блоки и каждым займется своя группа студентов. По окончанию мероприятия и сформируется готовое письмо. Правда, содержание его по-прежнему остается загадкой. Мы решили капсулу делать таким образом, и письмо, чтобы текст письма был в полной секретности. Но смысл отправлять кому-то письмо, если его содержание заранее известно. Поэтому мы постарались этот текст написать. Никуда мы его в социальной сети не распространяли, в электронные источники тоже никуда не распространяли. И вот его содержание будет известно только через 50 лет. Текст письма зачитают в Рязанском радиотехническом университете только 15 декабря. До этого времени он останется тайной. Совет обучающихся попросил нас не показывать ни текст письма, ни даже говорить, о чем оно. Готовое письмо положат в капсулу времени. Выглядит она, как небольшая шкатулка. Правда, материал другой, да и размерами чуть побольше. В нее также положат несколько личных писем от студентов, 9-ти диск и современную газету. Капсулу времени, полную светлых надежд на будущее, замурует в одной из стен радиотехнического университета. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был учрежден почти 30 лет назад Всемирной организацией здравоохранения с целью привлечения внимания мировой общественности к необходимости борьбы с этим заболеванием. На сегодняшний день лекарства от СПИДа так и не нашли. Поэтому особое внимание, в том числе и в нашем городе, уделяется профилактике. Болезнь поведения. Именно так врачи, психологи и активисты называют ВИЧ. В Рязанском центре борьбы со СПИДом зарегистрировано около 4 тысяч человек. Эту цифру принято умножать на 3, ведь все большее число людей не знают о своем диагнозе. Пути распространения ВИЧ-инфекции 3 – это контакт кровь-кровь, то есть это чаще всего инъекционные наркоманы. Это при незащищенном половом контакте и при беременности, родах и кормлении грудью. На данный момент, вот это третье направление, медицина смогла побороть. И если беременная женщина, у которой ВИЧ-статус положительный, знает об этом и занимается своим здоровьем, принимает препараты, вероятность того, что у нее родится ВИЧ-инфицированный ребенок – всего 1%. Полноценного лекарства от СПИДа не существует. С помощью терапии можно снизить эволюцию болезни и замедлить процесс, чтобы из вируса, приобретенного иммунодефицита, он не перешел в свою финальную стадию – СПИД. Государство тоже не остается в стороне и помогает таким больным оплачивать лечение. Также стоит отметить, что зараженный человек, ведущий себя ответственно, практически не опасен для окружающих. Вирус не передается через кашель, рукопожатие, общую пищу или посуду. А барьерная контрацепция дает 98% защиту от СПИДа. Все, кто когда-то выходил с клюшкой во двор, занимался в секции или просто переживал за любимую команду во время телевизионного матча. 1 декабря отмечают Всероссийский день хоккея. Этот день относится к числу праздников, которые отмечают не только причастные к этой игре люди. Хоккей близок к сердцу и душе практически каждому россиянину. Но хотя бы, казалось бы, в нашей стране он появился по историческим меркам совсем недавно. Но сегодня его смело можно назвать русским национальным спортом. Подвиги знаменитые во всем мире красные машины. Именно так именовали в мире легендарную сборную Советского Союза, прославившуюся в этом виде спорта, никогда не будут забыты в нашей стране. На льду профессионалы своего дела. Каждого из них любят и знают болельщики рязанской хоккейной команды. Четкие и выверенные действия, слаженная игра. Все это можно наблюдать на ледовой арене. Свисток тренера и вся команда в сборе. На льду тишина. Игроки получают новые указания. Вскоре тишину разбивает шум игры. Тренировка идет усиленная. Через два дня важный матч в другом городе. В таком режиме отпраздновать день хоккея будет непросто. Павлу Злобину всего 19 лет. И он нападающий рязанского хоккейного клуба. Может он нам расскажет все таинства праздника? Да особо нет никаких. Все по-своему готовятся. Ничего нового. Раз молодое поколение не знает, то нужно спросить у более опытных хоккеистов. Владимиру Карпову уже 31 год. И он один из самых титулованных игроков клуба. По его словам, хоккей сильно изменил его жизнь. Я не знаю, кем бы я был, если бы не хоккей. Но я очень рад тому, что я хоккеист. И то, что я достиг. И то, что я занялся именно этим видом спорта. Уж он наверняка знает какие-нибудь праздничные традиции. Но его ответ повторил предыдущий. Нет ни традиций, ни времени на праздник. Наравне с профессиональной командой тренируются и юные воспитанники. Сейчас на льду ребята, которым нет и 14. За плечами у них немало побед. Наверняка у молодого поколения должны появиться какие-то свои особенные ритуалы. Как будет праздновать? На тренировку приду. Получается, что у юных спортсменов, что у игроков высшей хоккейной лиги все свободное время уходит на тренировки. Почти всю неделю, несколько раз в день, великолепная пятерка и вратарь вновь и вновь выходят на лед тренироваться. В этот важный для хоккеистов праздник остается пожелать, чтобы во время хоккейных матчей за воротами противника победной молнией пульсировал фонарь. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». В Рязани открылась школа бега для взрослых. Ее участники учатся получать удовольствие от пробежек и готовиться к марафонским дистанциям. Секреты спортивного мастерства узнавала Галина Ершова. Бегать правильно научат в школе «Айлав ранинг». Первую тренировку будущие спортсмены провели в манеже «Юность». Взрослых людей объединила не только любовь к спорту. Каждый поставил для себя амбициозную цель. Пробежок марафон. Хочу научиться правильно бегать. Не шлепать пятками, а прям бегать хорошо и качественно. Похудеть, как у всех. Хочется бежать долго и при этом не уставать. Международная школа правильного бега для взрослых «Айлав ранинг» объединяет более 25 тысяч учеников. Она открыта в 8 странах, в 50 городах России и, наконец, появилась в Рязани. Если вы разуетесь и босиком пробежите, вы никогда не побежите так, как вы побежите в кроссовках. Это будет абсолютно разный бег. Но он будет правильный, он будет естественный, который организм человека, он заложен еще с тех времен, когда люди гонялись за мамонтами. Через 7 недель обучения вы легко преодолеете дистанцию в 10 километров. А через 14 недель будете готовы к первому в жизни марафону. Кроме того, бег дисциплинирует, учит расставлять приоритеты и эффективно управлять своим временем. Тренировки проходят под руководством опытного тренера, мастера спорта международного класса, победителя Кубка Европы и восьмикрадного чемпиона страны Сергея Кожевникова. Самое главное, чтобы их укрепить, именно сделать из них атлетов. Все-таки бегун – это атлет. Чтобы у него был пресс, была спина, опорный викторный аппарат. И без травм прийти к тем достижениям, которые мы себе ставим впереди. Без травм. Это самое главное. И в удовольствие, что называется, с улыбкой и к победам. Почувствовать разницу между привычным бегом и правильным, ученики смогли уже на первом занятии. Их ждал комплекс разнообразных упражнений на скоростные качества, выносливость и, конечно, беговую технику. Оказалось, что работа рук в беге составляет до 30% успеха. А рот должен быть обязательно открыт. Вообще никогда не бегала. И сегодня была моя первая беговая тренировка. Мне очень понравилось. Кайфово очень. Мне очень понравилось, честно. Я бегал на улице, было не так интересно, как здесь. Честно. Удивительные. Ну, конечно, я в хвосте плелся, но я подтянусь. Когда-то занималась бегом, все забыла. Сейчас было очень приятно вспомнить, как занимаются профессионалы. Love Running Рязань. Идем, участвуем, бежим, марафон и выигрываем. Присоединиться к начинающим спортсменам можно на организационном сборе. Он пройдет 7 декабря в 7 часов вечера на четвертом этаже бизнес-центра «Атрон Капитал». А первая тренировка состоится уже 11 декабря в Манеже «Юность». Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Город62.тв Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока, хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok